Друзья мои, приветствую! Это видео я хочу начать со слов благодарности лично вам. Я сегодня утром зашел на канал на YouTube к себе и обратил внимание, что нас с вами уже более 11 тысяч человек, а именно 11 тысяч 83 человека на момент записи данного видео. Друзья, благодарность вам огромная от сердца за ваше внимание, за ваш интерес к моему каналу, к моему творчеству. Спасибо за вашу подписку, спасибо за то, что являетесь моим зрителем, спасибо за ваши лайки, спасибо за ваши комментарии, за ваши добрые, теплые, позитивные слова. На самом деле все это вдохновляет меня развиваться дальше для того, чтобы служить вам своим творчеством и вместе с вами мы будем двигаться дальше и покорять новые высоты. И прежде чем записать сейчас и сыграть для вас видео роман с Хризантемы, который написал композитор Николай Иванович Харито, этому романцу, кстати, уже более 100 лет, я хочу сказать несколько слов. Сегодня на занятии один из учеников спросил меня, Александр, а почему у вас такая старая гитара? На самом деле этот вопрос я слышу не впервые, вы, кстати, тоже в комментариях спрашивали. Гитара не такая уж и старая, сколько видовавшая виды. Это правда. Как некоторые из вас знают, я ее брал с собой в путешествия в Азию. Как вы знаете, в Индонезии, в Малайзии достаточно жаркий климат, плюс ко всему еще влажный. Все это сказывается на состоянии инструмента. Более того, я ее брал с собой неоднократно в дорогу, в горы, в лес, на океан. И перелеты тоже сказываются на состоянии инструмента. К сожалению, не все авиакомпании разрешают брать с собой гитару в салон, поэтому некоторые разрешают брать только в багажное отделение. И, как вы знаете, еще у меня трое маленьких детей, которые тоже любят своими липкими ручонками периодически бацать по гитаре, подергать струны, потрогать корпус, что тоже сказывается на состоянии инструмента. Я на этой гитаре очень много играл и в Азербайджане, и в России. Так что гитара действительно звучит она очень хорошо, очень благородно, как вы можете слышать на видео, которые я выкладываю в YouTube. У нее очень уравновешенное звучание басов и верхних частот, достаточно глубокий, богатый звук. Гитара сделана в Испании, так что инструмент хороший, но не совсем презентабельный, как я понимаю, на видеороликах. Поэтому я решил в течение ближайших 10 дней обновить инструмент и взять новую гитару. Я уже подобрал гитару с уменьшенным корпусом, что будет очень удобно в путешествиях, и бюджетный вариант. Я думаю, что в путешествии дорогую гитару брать не совсем будет адекватно по вышеизложенным причинам. Гитара, которую я подобрал, это Yamaha 800 серии, стоит она 16900 рублей. И вот в течение этих 10 дней у каждого из вас есть возможность поучаствовать в добром деле. Я снизу под этим видео оставлю реквизиты на Яндекс.Кошелек, на карточку Сбербанка, куда вы сможете перевести любую сумму от сердца, если вы хотите. И эта сумма будет включена в стоимость гитары. Посмотрим, сколько нам с вами удастся за эти 10 дней насобирать средств. И когда мы возьмем гитару, я, разумеется, покажу гитару, расскажу, какую сумму мы с вами собрали. И я думаю, что вам тоже приятно будет смотреть последующие видео, где я буду играть на новой гитаре, и понимать, что в этой гитаре вы тоже приняли участие, и ваш вклад тоже присутствует. Это все то, что я хотел сейчас сказать. Спасибо вам огромное. А теперь приглашаю к прослушиванию романса Хризантемы. Реквизиты внизу. Буду благодарен за любую сумму. Пока. Реквизиты внизу. Реквизиты внизу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok